По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекционные болезни занимают 3-4 место в рейтинге причин смерти людей. Ученые всегда находятся в поиске новых антибактериальных веществ, которые помогут устранить проблему устойчивости возбудителей бактериальных инфекций к антибиотикам. Четыре года назад я выиграл проект РНФ, в котором у нас была немного другая идея. До этого я давал репортаж. Мы там синтезировали макроциклические соединения и, соответственно, красители, которые мы объединяли, и получались материалы. Одной из веток этой работы стало получение вот этих самых аммоневых производных на основе калексорена, теокалексорена. Антибиотики – это вещества, продуцируемые живыми существами, в основном микроорганизмами и обладающими противомикробным действием. Их польза состоит в том, что они успешно борются с тяжелыми бактериальными инфекциями, с которыми иммунная система организма человека самостоятельно справиться не может. Например, с такими заболеваниями, как пневмония, ангина, сифилис, туберкулез и многие другие. Но на сегодняшний день действие антибиотиков на человека значительно ослабевает. Наше соединение содержит не один фрагмент, как в случае того же мироместина или безалконихлорида, а четыре таких фрагмента. То есть модификация нашей платформы четырьмя такими фрагментами получили соединения, которые обладают довольно высокими антибактериальными свойствами. И что самое интересное, нами было изучено, что они обладают антибактериальным свойствами также и на клинические штаммы. То есть штаммы бактерий, которые были выделены, соответственно, уже резистентные, которые уже обладают резистентностью. Соответственно, полученные результаты, они открывают перспективы в создании лекарственных средств. Изначально ученые химического института взяли соответствующее химическое соединение, состоящее из молекул теокалексорена. Проблема этой молекулы в том, что она очень плохо растворяется в воде. Соответственно, первой задачей стало введение заряженных групп. В случае данного исследования это четвертичные аммонии. Это позволило ускорить процесс взаимодействия с мембранными клетками. Эти положительно заряженные фрагменты способствуют сродству нашего вещества. То есть оно может эффективно взаимодействовать с бактериальной клеткой, соответственно. И таким образом при взаимодействии происходит разрушение этой самой клетки, соответственно, бактерии умирают. Первоначально было получено небольшое количество соединений, которые ученые Казанского федерального университета передали в научно-образовательный центр фармацевтики, где они исследовали антибактериальные свойства и обнаружили, что 2-3 соединения обладают сильным действием. Следующим этапом стало масштабирование синтеза и возможность его практического применения в области химического анализа. Изначально вся эта идея создания таких соединений была еще предложена моим научным руководителем, профессором Стойковым Ивановичем. Он сейчас является заведующим кафедрой органической медицинской химии. Мы как раз планировали сделать производные теокалексорены водорастворимыми, что было поставлено мне в рамках диссертационного исследования еще довольно-таки много лет назад. Соответственно, мы это успешно реализовали спустя некоторое количество времени и, соответственно, уже показали практическую область применения этих соединений. Для того, чтобы эффективно убивать современные бактерии, необходимо использовать несколько антибиотиков. В настоящее время накоплено достаточно большое количество знаний об особенностях жизнедеятельности микроорганизмов. Имеется большой выбор стратегий и методов поиска новых антибактериальных препаратов. Ученые Казанского федерального университета сделали фундаментальные исследования на основе тякалексоренов. Данный метод в научном сообществе использовался впервые. Вскоре специалисты перейдут на следующий этап – проведение клинических испытаний. Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюс.